В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В Караганде прошел единый день приема в партию. Традиционная школьная олимпиада и Рудит выявила лучших учащихся. Индийская выставка продаж. Подарки к 8 марта в Караганде. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев заявил, что со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года объявляется мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Как восприняло это известие бизнес-сообщество в Караганде в нашем репортаже. Сегодня в областной палате предпринимателей утверждался состав регионального комитета машиностроения. Сразу возникло обсуждение объявленного президентом страны моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Для активного развития казахстанского товарного производства нужна определенная свобода для маневра. Кардинальный пересмотр формата проведения проверок позволит сократить количество требований к предпринимателям более чем на 30%. Если предприниматель выполняет все требования закона, проверяющие органы не должны приходить к нему вообще, заявил в своем выступлении Назарбаев. Это было хорошее предложение. Сейчас будет поспокойнее работать и заниматься своими делами, а не проверками. У нас буквально вчера была проверка по поводу использования лицензионной или нелицензионной продукции в компьютерных наших программах. Было вчера в связи с этой проверкой задействовано 4 человека, которые были оторваны от работы, что приносит неудобства вот эти проверки. Подобное доверие, конечно, обязывает предпринимателей обратить самое серьезное внимание на качество казахстанского продукта. Сегодня, по их мнению, на рынок казахстанский бизнес не допускают иностранные компании, которые являются монополистами в поставке оборудования и комплектующих к ним. Хотя карагандинцы выпускают запчасти и промышленные товары не худшего качества и с точно такой же гарантией. Но на рынке Казахстана действует дилерская система продаж. Развивая малый бизнес, это даст толчок для того, чтобы поступили заказы для тех же самых машиностроителей. Потому что для малого бизнеса будут необходимы те же самые детали и конструкции в сфере машиностроения. Сейчас у нас, если пойдет развитие малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, и те же самые шестерни, запчасти для христианских хозяйств будут необходимы. До 1 июня 2014 года правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей должно провести полную ревизию соответствующего законодательства. Для удобства бизнеса в проекте предпринимательского кодекса должны быть консолидированы все нормы законов о государственном регулировании предпринимательской деятельности. Будет законодательно закреплен принцип регулярного воздействия, принятого в странах ОСР, и в Казахстане будет введен новый институт бизнес-омбудсмена. Его основная задача – защита прав предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что указанные меры потребуют законодательных изменений. С этих позиций машиностроители Караганинской области и обсуждали свои проблемы. Основной акцент сегодня ставится на развитие горно-металлургического комплекса, нефтегазовой, автомобильной, сельскохозяйственной промышленности, приборостроения. При региональной палате предпринимателей Караганинской области создаются комитеты по отраслям экономики. Один из комитетов – это сегодня заседание комитета машиностроения, где будут обсуждаться проблемные вопросы, с которыми сталкиваются наши машиностроители. В части кластерного производства Караганинской области будет ориентирована на работу вокруг арт-слор-миталла Тимиртау. В региональном уровне это будет кластер ориентирован на машиностроение, сферу производства машиностроения. За круглым столом машиностроители Караганинской области находили пути решения проблемных вопросов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бакия Роспанов, Первый Карагандинский. Сегодня партия Нур-Отан стала основной политической силой Казахстана. Она насчитывает в своих рядах почти миллион партийцев. В Караганде прошел единый день торжественного приема в партию, посвященный 15-летию партии Нур-Отан. К партийному активу обратился председатель областного филиала партии Бауржан Амкишев. Мы на Ваданце, конечно же, возложим на себя особую историческую миссию построения, процветающую, которой способное социально ориентированное государство, где каждый целествует, кто любые законы, посвященные граждане будут успешно приносить пользу себе, нашему обществу, всей нашей стране. 15 лет назад Нур-Отан объединила все здоровые силы вокруг президента страны и сразу стала партией реальных действий. А создавалась она на основе штаба по выборам президента страны Нур-Султана Абереща Назарбаева. Им руководил тогдашний премьер-министр Сергей Терещенко. Именно в республиканском штабе и родилась идея о создании новой политической силы, могущей увлечь за собой народ. Инициаторами стали карагандинцы. Терещенко недолго думал. А через 2-3 дня позвонил, сказал, что карагандинцы правильно дают предложение. Будем конференции провести. И на этой конференции кто-то из караганды должен инициативу поднимать. Карагандинцы стояли у истоков создания партии. Это почетно, но и обязывает не опускать планку работы. За годы своего становления партия прошла непростой путь преодолений и побед. Сегодня можно с полным правом сказать, что партия Нур-Атан является общенародной. На собрании выступали ветераны партии и представители молодежного крыла Жасу-Тан. Затем состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам партии. Среди молодых партийцев и шахтеры, и инженеры, и руководители предприятий, учителя и работники культуры. Я хочу заверить всех присутствующих, особенно ветеранам, что я оправдаю ваше доверие и приложу все усилия для того, чтобы наша страна процветала. На собрании отметили и работу активистов и ветеранов областной партийной организации. Они были награждены нагрудными знаками «Вельсендик из Мельты-Ушин», почетными грамотами и благодарственными письмами. Но больше всех волновались вновь принятые в ряды партии Нур-Атан. Я очень рад вступить в ряды партии Атан в такой знаменательный день, как 15-летие партии. Для меня большая ответственность будет членом этой партии, и я внесу вклад в развитие нашей страны. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Балтия Роспанов, 1-й, Карагандинский. Ряд государственных служащих сегодня приняли присягу в городском Акимате. Они поклялись добросовестно и честно служить народу. Подробности в следующем материале. В соответствии с законом Республики Казахстан каждый гражданин, кто впервые приступает к государственной службе, приносит присягу. Сегодня четыре карагандинца, которые прошли отбор и специальную проверку, поклялись честно служить народу. Маржан Сагимбекова – одна из тех, кто принял присягу. Она работает в городском Акимате и решает вопросы промышленности, экономики, финансов, агропромышленного комплекса и коммунальной собственности. Это для меня очень значительный день, так как я впервые поступаю на госслужбу. Я очень рада, конечно. Для меня это ответственный момент и надеюсь оправдать все возложенные мне надежды. С каждым годом число желающих поступить на государственную службу становится все больше. Но не всякий выдерживает конкурсный отбор. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Глава области Баужан Абдишев провел рабочее совещание по вопросам деятельности группы компаний Евразийской корпорации природных ресурсов. Акимобласти отметил, что Евразийская корпорация является одной из ведущих компаний мира в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов. Проект, включенный в карту индустриализации, это по производству спецкокса. 350 тысяч тонн мощность. На совещании подводили итоги 2013 года. Были затронуты такие темы, как развитие угольного разреза «Шубарколь-Комир», строительство завода по производству спецкокса и теплоэлектростанций на коксовом газе. Улучшение качества угля, строительство обогатительной фабрики и завода по производству металлического цинка и также дальнейшая судьба рудника «Восточный Комыс». По итогам совещания глава области дал ряд поручений руководителям областных управлений департаментов, касающихся участия предприятий Евразийской корпорации природных ресурсов. С учетом перспективы, вот то, что имеется по восточному промыслу, мы, я выше говорил, тоже для себя сейчас мы некую дорожную карту наших совместных планов действий, алгоритм, мы должны со всеми соответствующими управлениями это все проработать и договорились. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня прошла традиционная школьная олимпиада «Эрудит» среди учеников школ города. На конкурс знаний собрались ученики из всех уголков области. Напряжение добавила и команда Ахмолинской области. Все подробности далее. Данная олимпиада проводится уже в 15-й раз и, начиная с прошлого года, она вышла на республиканский уровень. Организаторы мероприятия – областное управление образованием и Карагандинский университет «Булашак». Учащиеся, показавшие высокие результаты в учебе, могли проверить свои знания, сравнивая себя с другими участниками. В 2013 году здесь участвовало более 800 школьников. Главная цель мероприятия – проверить знания учеников, дать возможность при выборе профессии в будущем. Конкурс знаний проводился среди предметов, которые будут на единонациональном тестировании. Мы хотим, чтобы молодежь получила качественное образование. И для этого они должны хорошо знать основные предметы. Раньше проводили по семи предметам, а на сегодняшний день включено еще три предмета. Впереди детей ждет ЕНТ. Надо готовиться и показать высокие результаты. Олимпиада среди школьников проходила в здании университета «Булашак». 216 школьников были отмечены как лучшие в своих предметах. По словам организаторов, тем, кто поступит в университет «Булашак», предусмотрена скидка в размере 5%. Торжественное мероприятие, организованное в честь Олимпиады «Ерудит», прошел в концертном зале «Шалкман». Преподавателям, которые внесли огромную лепту в организацию Олимпиады, были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки. Бульнур Жакен, Габетин Крушпеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Никотин – коварный враг человечества. Как защитить молодежь от этой зависимости? И какая должна быть профилактика? На эти и другие вопросы попытались ответить главные специалисты областного наркологического диспансера в гимназии номер 39. Эта акция проводится по всей стране. Специалисты беседуют с учащимися вузов, гимназий и школ о вреде и профилактике табакокурения. Вред никотина для организма огромен. Особенно курение вредно для детей и подростков. Оно вызывает негативное влияние на все системы и функции организма. Происходят значительные изменения внутренних органов. Наиболее сильно страдают органы пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. По современным научным данным, табакокурение сокращает жизнь приблизительно на 10-15 лет. Не только врачебный долг, но и любовь к подрастающему поколению нашей Родины побуждает нас предостеречь юношей и девушек от этих вредных привычек, что потом может привести к серьезным проблемам, говорят специалисты. Мы усиленно проводим такие акции, чтобы молодежь понимала, что курение, алкоголь и наркотики вредны для здоровья. Если родители, учителя и все будем предупреждать молодое поколение, то, конечно, они будут знать, что лучше всего держаться подальше от всего этого. На встрече также говорилось о вреде спиртных напитков, употреблении наркотических веществ. Молодёжь, не думая о вреде здоровью, часто распивают энергетические напитки, что, в свою очередь, постепенно приводит к зависимости. Ведь к плохому человек быстро привыкает. Учащиеся положительно отнеслись к данному мероприятию и задавали гостям интересующие их вопросы. «Сегодня на встрече мы посмотрели видеоматериал, где четко показывали, что курение и алкоголь, наркотики могут привести к серьезным заболеваниям. И мы, молодёжь, уже сейчас должны думать о будущем и не увлекаться ими». Молодой организм быстро воспринимает вредные вещества. Лишь через какое-то время человек понимает, что нанёс огромный вред своему здоровью. Конечно, хотелось бы, чтобы молодое поколение больше занимался спортом и вело здоровый образ жизни. Гульнур Жакен, Бахтир Успанов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. В Караганду приехала индийская выставка «Подарки к 8 марта». С собой страна Махараджи привезла ювелирные изделия, ручной работы, сувениры, обереги, настоящий индийский чай и не только. Что ещё привезла сказочная Индия, узнавал наш корреспондент Амина Смакова. Глядя на такое изобилие товара, понимаешь, что неспроста Индию называют сказочной страной. Деревянные статуи от кислонов, шкатулки ручной работы, зеркала, рамки для фотографий представляют самую настоящую древнюю Индию. Мастера, которые своими руками вырезали из дерева эту красоту, постарались на славу. От сувениров глаз не оторвать. Но не только эти вещицы привлекают внимание горожан. На индийской выставке «Подарки к 8 марта» карагандинцы могут приобрести разноцветные палантины, платья, индийскую национальную одежду, а также, спасибо, экзотического вида зонтики. Палантины, платья и даже шаровары. Индийская выставка позаботилась, чтобы на полках лежала и летняя коллекция босоножек. Обувь и одежду можно приобрести по низкой цене и в хорошем качестве. Девушки и женщины как раз перед грядущим праздником могут купить хорошую фирменную косметику – духи, помады, тени, пудра. Кстати, порадовали не только косметикой и одеждой, но и настоящий терпкий индийский чай. Чай обладает не просто хорошим вкусом, но и таким ароматом, который дает бодрость духа на весь день. Большую часть товара составляют драгоценные камни – бирюза, кораллы, малахит, янтарь, яшма и многие другие редкие виды камней. Ими-то и славится индийская выставка. Камни обладают волшебным свойством приносить людям удачу и здоровье. Оникс считается, что он вызывает болезнь из человека. Вода, наставленная в Ониксе на ночь, ее когда пьют, тоже исцеляет человека. Выставка в Караганде только первый день, а люди успели ей осмотреться и прицениться. Вы знаете, обилие вот этого всего поражает. Это все жручная работа, не просто так. Украшения и всяческие индийские компоненты, скажем так. Ой, обалденно, мы сюда уже не первый раз приходим. Каждый раз в восторге. Каждый раз в восторге, да. Ну, камни. Все товары очень хорошие, можно кое-что выбрать и цены более такие приемлемые. Товары еще будет поступать. Как раз в это время на самолете прямиком из Дели летят новые ювелирные подделки, одежды и другие сувениры. Индийская выставка подарки к 8 марта пробудет в Караганде до 10 марта. Каждый день с 10 утра и до 8 вечера во дворце спорта Панулькена Абдирова. Амина Смакова, Кайрат Рашитов, Бахтер Распанов, Первый Карагандинский. Последнюю февральскую зимнюю неделю называют Масленичной. Перед Великим постом можно волю поесть блинов и встретить весну. 2 марта горожан и гостей Караганды ждет Масленица и традиционные развлечения в Центральном парке культуры и отдыха. Все приглашаются на массовые гуляния к 13 часам. В программе праздника «Проводы зимы» все традиционные развлечения, конкурсы, посвященные Масленице. И, конечно, главное блюдо – блины на любой вкус. Итак, 2 марта в 13 часов в городском парке культуры и отдыха. Все провожаем зиму на Масленичных празднествах. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Аман Сау Бонгсдар. Редактор субтитров А.Семкин